Александра Якоблева, чья настоящая фамилия Иванес, советская и российская актриса, знаменитая по ролям в таких фильмах, как «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. Также актриса добилась успеха в области муниципального управления. Александра родилась в Калининграде в детстве, как и многие девочки, развивалась творчески, ходила в музыкальную школу по классу скрипки, а также посещала танцевальную студию. После школы решила стать актрисой, поехала в Санкт-Петербург и поступила в Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Во время учебы в театральном вузе Александра взяла себе творческий псевдоним Яковлева в честь дедушки Павла Кондратьевича, которого любила и уважала. В течение 80-х годов Александра стала популярной киноактрисой, но после 1993 года с упадком российского кинематографа ушла из профессии. Александру пригласили на должность заместителя мэра родного Калининграда по вопросам культуры и туризма. Благодаря Яковлевой в городе появилось несколько ультрасовременных гостиниц, наладилась сфера развлечений, в том числе актриса организовала кинофестиваль «Янтарная планета». В конце 90-х годов Александра Евгеньевна даже баллотировалась на пост мэра, проиграв выборы. Она уехала в Санкт-Петербург и поступила в институт. Яковлева решила получить второе образование в Политехническом университете на факультете «Государственное и муниципальное управление». Актриса хотела открывать строительный бизнес, но Александре вновь поступило интересное предложение – возглавить отдел по общественным связям аэропорта Шереметьево. Позднее Яковлева работала на аналогичной должности в питерском аэропорту Полково, затем на посту заместителя начальника Октябрьской железной дороги и заместителя генерального директора общества «Российские железные дороги». Весной 2016 года Александра Яковлева решила вернуться в первую профессию. Артистка сыграла в спектакле «Оскар» на сцене Санкт-Петербургского малого театра комедии имени Анны Самохиной, а также поучаствовала в киносъемках. Фильмы Первая же художественная картина принесла Александре Яковлевой известность и популярность. Впрочем, как могло быть иначе, если ею оказался ставший легендарным фильм «Катастрофа. Экипаж», а партнером молодой актрисы Леонид Филатов. Сам фильм получил награду на Всесоюзном кинофестивале. Фото молодой актрисы стали чаще появляться в журналах, посвященных кино. Александра быстро завоевала симпатии зрителей. Благодаря внешним данным, при росте 1,65 см девушка не превышала 60 кг и очаровательной улыбки. Режиссеры и коллеги называли актрису куколкой. После этого дорога Яковлевой в мир большого кино была открыта. Артистка появилась в драме «Второе рождение», где сыграла невесту неблагополучного молодого человека Гены в исполнении Олега Вавилова. А также в мелодраме «Плывут моржи». В драме «Скандальное происшествие Брикмеле» о банкире, который решил в корне изменить собственную жизнь, Александра внов посчастливилась поработать со звездным актерским составом. В сериале о Петре I «Россия молодая» актриса предстала в роли супруги Ивана Рябова в исполнении Бориса Невзорова, кормщика, который совершил подвиг и привел шведский корабль в засаду. Вскоре последовала работа в производственной драме «Пространство для маневра», где артистка предстала перед зрителями в образе конструктора инженерного бюро. В 1982 году Георгий Данелия утвердил Александру Яковлеву на роль Люси, невестки Васина, в исполнении Евгения Леонова. В трагикомедии «Слезы капали». Главный герой, чуткий и отзывчивый человек, в один момент становится беспощадным и жестоким. Произошли такие метаморфозы с Васиным из-за того, что в глаз попал осколок волшебного зеркала, которое меняет видение мира. Звездной работой Александры стала роль Аленушки из романтической новогодней ленты режиссера Константина Бромберга «Чародеи», где также блистали звезды советского кинематографа Александр Абдулов, Валентин Гафт, Семен Фарада, Эммануил Виторган и Михаил Светин. Сценарий к телефильму был написан братьями Стругацкими, а музыкальное сопровождение создал композитор Евгений Крыладов. Позднее песни из сказочного мюзикла зажили собственной жизнью и даже были выпущены отдельной пластинкой на студии «Мелодия». Фильм пришелся по вкусу советским телезрителям, тем более, что был показан в канун Нового года, после чего занял прочное место в телевизионной предневогодней сетке. Этот успех закрепил популярность артистки, и Александра уже более строго подходила к выбору сценариев. Актриса сыграла учительницу в детском фильме «Шапка Мономаха», певицу в молодежной мелодраме «Молодые люди», секретаршу в драме «Восемь дней надежды». В 1984 году фильмографию Яковлевой пополнила спортивная драма «Парашютисты». где актриса предстала в роли спортсменки Зинаиды, которая после падения вертолета друга Сергея в исполнении Бориса Невзорова в ущелье отказывается от соревнований и устремляется на помощь. Репертуар артистки пополнили также работы в шпионском боевике «Приказано взять живым». В драме о секте пятидесятников у призрака в плену, в мелодраме танцплощадка Александра Яковлева появилась в творческом дуэте вместе с Евгением Дворжецким. В 1987 году последовала очередная главная роль в драме «Белое проклятие». героиня Александры Яковлевой, стюардесса Катя, гибнет под сходом лавины в курортном санатории Кушкол. Появилась Александра и в драме о восстановлении колхоза и завтра жить. Невероятную популярность у публики получила комедия в стиле вестерн «Человек с бульвара капуцинов», в которой актриса взаимодействовала с Николаем Караченцевым, Михаилом Боярским, Олегом Табаковым. Интересно, что на кандидатуре Александры Яковлевой настоял Андрей Миронов, исполнитель главной роли. Личная жизнь. В первый раз Александра Яковлева вышла замуж еще в студенческий период. Супругом актрисы стал однокурсник Валерий Кухарешин, один из самых востребованных впоследствии петербургских актеров как советского, так и современного периода. В этом браке родились дочь Елизавета и сын Кондратий. Никто из детей Александры актерскую карьеру не сделал, хотя дочка пробовала себя на сцене. Прожив вместе пять лет, Яковлева и Кухарешин развелись. Имя эффектной актрисы стали связывать со многими самыми видными женихами. По некоторым данным, артистка выходила замуж второй раз за знаменитого тележурналиста Александра Невзорова. В 1984 году на съемках кинофильма «Парашютисты» Яковлева познакомилась с эстонским спортсменом Калью Айсмяя и влюбилась с первого взгляда. Вскоре в личной жизни актрисы произошли изменения. Молодые люди сочетались с законным браком, а Александра взяла фамилию нового мужа. С тех пор, читая Айсмяя, неразлучно, но больше детей у Яковлевой не было. Зато сын и дочь четыре же сделали ее бабушкой.